Всем привет! Херцов Iron 4, мод Black Eyes. На дворе у нас 38-й год наступил. Какие последние события? Самая главная проблема, конечно, у Советского Союза сейчас это негативные национальные духи. Вот эти вот чистки среди офицеров и чистка Красной Армии, которые очень плохую роль сыграли во время гражданской войны в Испании. Но, как видно, республиканцы проигрывают, потому что не получилось у нас как в Ваниле сделать. Ну, потому что в Ваниле обычно успевают гражданку в Испании закончить до проведения чисток. Но здесь чистки надо проводить именно так, что ну, крайний срок это декабрь 36-го года начинать чистки надо в этом моде. Как я понял. То есть, если в декабре 36-го года не начать, то уже потом будет гражданская война неизбежна. между транскистами и сталинистами. Вот. И сейчас нам, чтобы избавиться от этих негативных национальных духов, связанных с чисткой в армии, нам надо прокачать фокусы. Так. Ветка чисток. Вот, перестройка Красной Армии удаляет у нас все эти чистки, заканчивает. Но, чтобы дойти до этого фокуса, надо прокачать, во-первых, вот эти фокусы, связанные с НКВД в армию, внедрение НКВД в армию. Вот. И еще здесь условие какое? Еще требуются нам фокусы на чистку флота и авиации. То есть, вот эти два фокуса. А эти два фокуса нельзя выполнить без третьего московского процесса. Третий московский процесс нельзя выполнить без второго. Ну, и, соответственно, без первого. То есть, здесь как бы это все затягивается надолго. Здесь нельзя так быстро все это провести прям. Ну, в принципе, эта система, она как бы более логична, мне кажется, и более... позволяет более исторично вести кампанию. Потому что, ну... В тридцать седьмом году без чисток никак не обойтись. И во время гражданской войны в Испании наша армия очень сильно ослаблена этими чистками. Из-за этого мы не смогли предпринять то, чего могли бы сделать. Так что, скорее всего, сейчас республиканцы в ближайшее время проиграют. Тут у них уже новый лидер Хосе Диас. В августе 38-го у них заканчивается национальный дух Но Пасаран. Ну, единственный вариант победить, это если мы... А, ну у нас даже не хватает политки, чтобы оправдать войну. Ну, то есть, в открытую вступить на стороне республиканцев. В открытую вступить войну. Но у нас политки нету. Ну, в принципе, покачали мы зато Рокоссовского. Прокачали немножко по скиллам его. И Жукова тоже. По решениям. По решениям. Что у нас тут по решениям? Пока что доступно, ничего нет. Пока у нас политка в минусе. А, ну и зато, кстати, мы выигрываем гражданскую войну в Синьцзяне. Коммунисты выигрывают. Благодаря нашей помощи. Ну, попробуем сейчас как можно дольше замедлить наступление в Испании фашистов. Насколько это возможно. Выходим. Эффект от чисток в Красной Армии. Расстрелы и тюремные заключения продолжаются. Может быть, чуть менее катастрофично для офицерского корпуса Красной Армии, чем раньше. Но все еще довольно экстремально. То есть у нас немножко снизится этот национальный дух. Смягчится. Не катастрофические чистки будут теперь экстремальные. То есть у нас немножко повысится. Характеристики армейские. Но это как бы все равно по сравнению со штрафами к организации минус 50%. Еще тут минус 17%. К атаке минус 27%. А было минус 30%. Но это как бы вообще не повлияло, можно сказать. воздух мы тоже уже проигрываем. по потерям здесь. Ну, в центральной части за месяц мы больше позбивали самолетов вражеских, чем они наших. Может быть как-то попробовать к Мадриду прорываться на помощь вот этим товарищам. Сначала надо котлы закрыть. Я готов! Капец, партизаны вот эти стойкие, конечно. Фашистские партизаны вообще неубиваемые. 13 тысяч человек не может справиться с девятистами. Нормально так. генерал пятого уровня, а здесь первого уровня. Это что значит чистки? А, ну все, Мадрид уже потеряли. смирно! Выходим! кстати, с агентами. Где наши агенты? Так, отправить обратно их зорги. Ой, зорги у нас наоборот. Германия должна быть, а не в Италии. Прямо в Берлину отправим восточный. Этот у нас в Италии вроде был. Которого недавно благополучно спасли из плена. А это была у нас в Японии. И кстати, можно прокачать еще, наверное, агентство наше уже самое время. Январь 38 года. Создадим департамент криптологии, наверное. Так, что у нас по строительству? Пока что инфраструктура строится. Потом надо сразу фабриками застраивать Сибирь и Дальний Восток. Где еще построить фабрики? Ленинграде? где у нас высокий уровень инфраструктуры еще еще есть? Кстати, здесь мы построили инфраструктуру 40 уровня. Где у нас бакинские нефтепромыслы? А, сейчас опять троцкий вернется походу. Ну, попробуем. И вот здесь, может быть, прорваться в холмах. Выходим! Брось! О, опять дубль-2 начинается по новой. Первый уровень угрозы Троцкого появляется у нас. Ну да, то, что мы не успели мы продлить его изгнание, то есть надо вот это вот постоянно продлевать вот это изгнание, вот этими всеми фокусами на чистку. Ну, сейчас вот этот фокус изучится и, по идее, продлится на 70 дней изгнания Троцкого. И так это все надо делать, продлевать его изгнание вот этими всеми фокусами, пока у нас не дойдет до убийства Троцкого. Плохое снабжение. Что-то не видно больше, кстати, провокаций со стороны Японии. Ни у озера Хасан, ни у... где там они еще провоцировали Халхенгол. Ничего такого не было. Тут два котла сделали. Из китайцев. Из китайских националистов. Николай Ватутин получил ранение. Три месяца будет заживать у него ранка. Внимание! Так точно! Я готов! Сейчас с всей толпой попробуем навалиться здесь. Так, вот мы продлеваем изгнание Троцкого первым московским публичным судебным процессом. Следующий фокус, следующий фокус, нам надо остановить падение стабильности. В общем, я так думаю, пока что мы повременим с продолжением чисток. Хотя, конечно, нам надо бы побыстрее все это прокачать, чтобы выйти на перестройку Красной Армии, но... Сейчас мы, наверное, возьмем... По-быстрому вкачаем советских амазонок две недели на базовую стабильность плюс 2% И политка плюс 25% Как раз нам политка нужна. И потом стартанем третью пятилетку. Советский Союз был патриархальным обществом... Хотя Советский Союз по своей сути был патриархальным обществом, в отличие от своих... Западных партнеров... Ну, в Западной Европе и Северной Америке... Женщины в Советском Союзе... Женщины в Советском обществе были гораздо более вовлечены в социальное развитие вне дома, в коммерцию, управление государством, в государственное строительство... И, наконец, когда пришло время... В военных действиях тоже они активно участвовали. Это, наверное, снайпера, прежде всего, имеется в виду. И эти летчицы. Ну, кстати, в политике тоже, да, женщины были очень популярны в Советском Союзе. Ну, сразу вспоминается Крупская, жена Ленина, которая потом тоже влияние большое... Ну, небольшое, но и имела влияние на политику. И это еще, как ее... Александра, по-моему, Калантай. Надежда Крупская и Александра Калантай. Калантай, она была послом Советского Союза в Швеции во время войны. Ну, и до этого тоже играла роль. Там была каким-то народным комиссаром по каким-то там делам внутри Советского Союза. Вот. Ну, и потом еще, я помню, после войны, уже там в 50-е, 60-е годы, тоже там... Одним из министров, по-моему, министром образования или министром культуры тоже была женщина в Советском Союзе. Она потом еще, по-моему, закончила жизнь самоубийством. Что-то такое там, какая-то история такая. С грустным концом, короче. Не помню, как ее зовут. Это надо гуглить. Но такая была. Еще опять дивизий. Так, все, потолплан готов. Вот этих надо задергать. Воздух красный здесь. Нифига здесь не получится у нас. Чистка дает минус 77 к атаке. Штраф. Ну, все, наши дивизии, фактически, здесь беспомощные. В Испании. Хотя, такой шаблон вообще шикарный. Ну, блин, столько танков и просто ничего не могут сделать. Так точно! Ну, начинаем охоту за Троцким. Удаляется национальный дух Троцкий. Прозрел или как там это правильно. Так, это какие-то внутригерманские дела. Что-то появилась какая-то хрень. Блин. Как нам ее убрать? Кстати, у нас тут освободилось место одного командующего группы армии. Вместо расстрелянного Тухачевского эту группу армии возглавят у нас... ...пока что Григорий Кулик. Старая гвардия. Изучились у нас военные инженеры. Следующие технологии. 1938 год. Уже можно дофига чего изучать на самом деле. Новые пулеметы. Новые эти... Ну, не новые. Противотанковые ружья с противотанковыми минами. Пистолеты-пулеметы. ППШ-41. Разведснаряжение новое. Радио. Горные орудия лучше. 76-миллиметровые. Самолет-карактеревщик артиллерийского огня можно изучить. Пулеметы у нас есть на складе еще. Вот эти пулеметы у нас в минусе. Надо изучить их. Поставить потом на производство. Вместо пулемета Максим М19-10 у нас будет пулемет теперь ДП-27. У него там, по-моему, типа такой круг сверху. Барабан такой в виде круга. Насколько я помню. Накладываем эмбарго. На Бразилию. Ливан. А почему Ливан накладывает? Ливан же не наш союзник. Или союзник он? Нет, он марионетка Франции. Торговый партнер из-за этого, что ли? Он считается союзником? Изучился у нас фокус советские амазонки. Ну, женщины в авиации, женщины снайпера. Это мы оставим, естественно, на время Великой Отечественной войны. А сейчас начинаем... Так, второй московский процесс. Когда там Троцкий возвращается? В апреле 38-го. Блин. Не успеваем мы начать вторую, третью пятилетку. Без возвращения Троцкого. Здесь 70 дней. И здесь еще 70 дней надо будет ждать. Ну, в принципе, как раз во время второго московского процесса он вернется. Но мы сразу его выгоним обратно и все. То есть, по идее, он не успеет там это... Развернуть свою активную деятельность подрывную. Поэтому сейчас запускаем третий пятилетний план экономического развития. Так. Третий пятилетний план рассчитан всего на три года до 41-го. В 41-м году Германия напала на Советский Союз во время Второй мировой войны. По мере приближения войны все больше ресурсов направлялось на разработку вооружения танков. Танков и... Танков и оружия. А также на строительство дополнительных военных заводов к востоку от Уральских гор. Первые два года третьей пятилетки оказались еще более разочаровывающими с точки зрения заявленных производственных целей. Тем не менее, в 30-е годы прошлого века в Советском Союзе наблюдался ежегодный рост промышленности от 12 до 13 процентов. Но это неплохой прирост промышленности на самом деле. Промышленного производства. Это прям на уровне Китая в 90-е и 2000-е годы. План предполагался сосредоточиться на потребительских товарах. Советский... поскольку... Ну, до этого... Ну, вообще, Советский Союз в основном вкладывал ресурсы в разработку оружия и при необходимости строил дополнительные военные заводы. К 1952 году промышленное производство почти вдвое превысило уровень 41-го года. Пятилетки Сталина помогли превратить Советский Союз из необученного крестьянского общества в развитую индустриальную экономику. Получим мы фабрику, фабрику, 4, 6, 8, 10, 12, 12 военных заводов получим и дополнительную ячейку исследования в промышленности. Закрыли. Идем на столицу мятежного Синьцзяна. Авторитарного. Ну, вступай в бой. Че ты ждешь, Латутин? Хорош тупить. Да, капец. Я готов. Слушаю. Талантливые новые офицеры. Ну, это, видимо, новые, типа, вместо расстрелянных, которые стали офицерами. Наши новые офицеры справляются с поставленной задачей и адаптируются к своим новым ролям в высшем военном командовании. С верным офицерским корпусом, отвечающим за нашу армию, сталинские чистки, кажется, имеют некоторый эффект, на который мы надеялись. Красная армия восстанавливает свою мощь и скоро станет сильнее, чем когда-либо. Отлично. Ну, еще немножко снижается у нас национальный дух. Ну, штраф из-за этого национального духа. Ну, Испании это уже, наверное, не поможет. Так, у нас 126 политки. Что там можно прожать на рост стабильности? Дофига чего. Либеральные партии запретить. Ну, у них 3% всего. Популярность. Так, дипломатические усилия. Так. Улучшение рабочих условий. 120 дней, недельная стабильность плюс 1. А здесь... 70 дней, недельная стабильность плюс 1. Ладно, прожмем улучшение рабочих условий. Чтобы стабильность росла. Я готов. Я готов. Внимание! Продолжение следует... 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 Аншлюз Австрии. Каких у нас еще дивизиях есть эти легкие танки? Может быть нам пока убрать их из шаблонов остальных? Хотя вроде мы везде убрали. А, ну еще в кавалерийских дивизиях есть легкие танки. Так, где еще у нас легкие танки остались? В гарнизонных дивизиях. Ну вот уберем из гарнизонных. 200 танков высвободим. Легких. Я готов. Так точно. Я готов. Как тут у японцев дела? Вроде продвигаются в принципе. Более-менее исторично. Прожать еще дополнительные фабрики товаров народного потребления на рост стабильности. Или поэкономить политку на какого-нибудь высшего иного командующего, чтобы... Ну это дорого, конечно. Есть ли смысл вообще в этом командующем? Если война в Испании скоро закончится. Ладно, пока поэкономим политку. Фиг с ней. Фиг с этими фабриками товаров народного потребления. Что у нас тут по снабжению? Может попробовать здесь на севере прорваться? Вроде никого нету. Может быть, они там северают. Может быть, они там северают. АПОСТОЧИТЫ Соответственно. Выбившись. Наконец-то. АПОСТОЧИТЫ Сохранены только сырные. Обещающие шаги выручки. вообще никого нету блин чего встретит нормально стоят тупят камон 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 шнель шнель блин уже занимает позиция ну все как раз подошли готов создали мы департамент криптологии кого мы будем расшифровывать первого шифр талии 1800 дней но это потом ускорим за счет нашего дешифрования пока что будем прокачивать дальше дешифровку и 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 Попытаться прорваться сейчас. Чё, не залетают они в бой? Чё они не залетают? Давай, давай! Выходим! Вперёд! Опять Троцкий прозрел. Выходим! Зададим шаг. Не могу, хватит! Вперёд! Иди! Шагалил! Вперёд! Иди! Ну капец. Свободные верфи, свободные верфи. Смирно! Что мы там еще можем из корабликов построить? У нас 200 конвоев. Построим еще, наверное, побольше. А, ну у нас с этого опыта нет морского, поэтому нам вот эти шаблоны сейчас ничего с ними не сделать, не поменять. Поэтому будем строить то, что есть. Эсминцы. Эсминцы класса Минск. Глубинные бомбы, торпедные аппараты. Ну здесь все, что надо есть. В Архангельске, в Северодвинске точнее. Будут они размещаться, сходить на, как называется, на воду. Дальше. 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 Слушаю. Дальше. 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 у нас идет или поставить дизельный движок с горючим у нас проблем нет поэтому наверно в первую очередь прокачаем броню улучшенная конструкция брони клёпанная броня защита плюс 10 процентов у танков готов подвигаться готов подвигаться ну-ка ну-ка франция и великобритания создают альянс союзники они готовятся к худшему правильно делают как все запустили мы третью пятилетку построили кучу военных заводов и ячейку еще для промки следующий чё у нас следующее у нас очередной московский процесс над предателями родины так в этой ячейке мы исследуем промышленность ты инструменты станки всякие так заводы свободные заводы на легкие танки а у нас устаревший кавалерийский танк больше легких танков больше топки больше авиации алюминия не хватает кого затаримся алюминием у франции наверно по франции готов подвигаться слушаю нифигасе 11 дней вы чё с ума с ума сошли что ли 11 дней будет ехать соседнюю правку из-за гор низкой организации инфраструктуре а эти два дня так что тут можно поменять у нас еще так что тут можно поменять у нас еще и ладно наверно поставим василевского еще накопим попробуем с помощью василевского затащить еще может быть в испании хотя конечно шансы уже очень малы так что и 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 антимикробные препараты всякие, базовая стабильность плюс 10 процентов а Хотя бы одну дивизию окружим сейчас. Так, предложение о совместных тренировках армий поступило от Ирака. Проводим совместные военные учения, получаем армейский и авиационный опыт. Служи! Жду приказа! Внимание! Да капец! Не, это вообще жесть. Смирно! Внимание! Внимание! Выходим! Внимание! Внимание! Да, с этими чистками, конечно... О, у нас 168 политки. можно поставить лаврентия палыча министром госбезопасности или что-нибудь еще здесь поставить как бы индустриальный концерн какой-нибудь поставить можно здесь нам только сталинградский тракторный завод подходит скорость исследования промышленности плюс 10 процентов или уже подождать васильевского мне кажется васильевский здесь не поможет дать его плюс 6 процентов скорость восстановления так как бы не сыграет роль в испании уже короче фиг с ним поставим товарищи берию министром госбезопасности внимание и готов подвигаться Чили покидает Лигу Наций. Внимание! Слушаем! Борьба с безработицей, повысим еще стабильность за счет борьбы с безработицей, общественными работами, я так полагаю. Готовы подвигаться! Внимание! Выходим! Держать дистанцию! Да капец! Смирно! Жду приказа! Продолжение следует... 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 Так... Что в этой ячейке дальше можно исследовать... Новое разведснаряжение... Исследуем радиостанции, наверное... Хотя их надо будет производить... А это другая ячейка... Так... Тогда исследуем... Тогда исследуем... Ну... Разведоборудование... Пулеметы у нас там... И разведоборудование тоже в минусе... Поэтому... Это актуально... Так... Хотя бы один заводик... Заберем где-нибудь... На пулеметы... Ваш... Как только идут? Дальше... Все равно не хватает легких танков Ладно, забираем Легкие танки из кавалерийских дивизий 1700 освободится Но это даже лишнее будет Это даже много нам будет Столько танков Ладно Хотя это, скорее всего, уже ни на что не повлияет Так, 8 июля Троцкий усилит свое влияние в Советском Союзе А у нас 10 дней Но мы быстрее изучим московский процесс И снова отправим Троцкого в изгнание Слушаю 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 Авиации у нас хватает на складе. Почему они не пополняются? Типа максимальный предел допущен уже по авиации, что ли? Который участвует в качестве добровольцев. Так, продолжаем качать дешифрование. Четыре фабрики у нас заберет это. Дешевые птицы. Дешевые птицы. Дешевые птицы. Мопль птицы. Откопая-то. Истребителей перебросим сюда. Ну, зеленый воздух. Че вам еще надо? Чемпионат мира по футболу, Италия остается чемпионом. Так, закончился у нас второй московский процесс. Следующий фокус. Можно продолжить ветку чисток. Третий московский процесс провести 70 дней. И потом у нас откроется возможность после этого чистки авиации. Потом чистка флота. В принципе, я думаю, это подождет. Потому что Троцкий там до какого числа у нас Троцкий? До 7 сентября 1938 года. Сейчас изгнан. Поэтому пока что чистку мы на время приостановим. Надо экономику развивать. Четвертый интернационал в Париже. Вообще, Четвертый интернационал это чисто троцкистская организация. Ну, она была создана как противопоставление Коминтерну. Коммунистическому интернационалу. Потому что Коминтерн это просоветский. Ну, Советский Союз там рулил. В Коминтерне. А Четвертый интернационал это троцкисты. Вот. Получается, как бы он веткой вот это вот. Ну, первом момент на революцию. Вот эта вся ветка это троцкистская. Если у нас Троцкий станет главой государства. Вот это все. Но вот это вот. То, что связано с интернационалом. Это у нас получается общее. Со сталинской и с троцкистской веткой. В обоих случаях доступно. И тут у нас. Ну, минус один стабильность. Но зато у нас рост популярности Компартии будет ежедневный на 0,05%. А у нас популярность Компартии 84%. Нам бы это пригодилось на самом деле. Потому что у нас тут есть оппозиционеры всякие. Так что фокус на самом деле мог бы нам пригодиться. Все-таки 1% стабильности. Это не так уж и много. Потому что прирост популярности Компартии он потом компенсирует нам этот 1%. Минусовой стабильности, который будет. Ну, это в долгосрочной перспективе, естественно. Не сразу, а со временем. Вот. Так что этот фокус надо иметь в виду. То же самое проведение 4-го интернационала в Нью-Йорке тоже. Еще плюс 0,05. 0,05. Поддержка Коммунистической партии в день. Ну, и снижает еще эту активность шпионскую, вражескую. Так, ну, сейчас мы пока что... Кстати, здесь вот ветка антикапиталистической дипломатии и антифашистской дипломатии. Они не взаимно как исключающие. Они как бы... Можно сначала антифашистскую дипломатию прокачать. Да, тут до войны с Германией, до войны с Японией. Укрепить тут границу. А потом можно заняться антикапиталистической дипломатией. То есть, наехать тут на Великобританию. Так, ну это пока что нам не так уж надо. Так. Так, коллективистская наука. Вот. Открылся нам фокус доступный. Наука коллективизма. Добавляет нам еще один слот исследования, в котором можно исследовать доктрину. Самое важное. То есть, мы можем... У нас сейчас сколько ячейок? У нас сейчас две ячейки качать доктрину. Вот эту и вот эту ветку. Мы можем еще заодно прокачать командование, либо спецназа силы. Тремя ветками качать доктрину. Доктрины. Тремя ячейками качать доктрину. Вот. Ну, так. Что там еще у нас? Короче, сейчас либо вот эту науку возьмем. Науку коллективизма. Либо... В Ярославле. Строительство завода по производству синтетической резины в Ярославле. Это что такое было? Реально? Я даже не знал. Вроде в Казахстане там был какой-то... В Казахстане было какое-то производство синтетической резины. Если я не ошибаюсь. А про Ярославль я даже не слышал. Индустриализация Урала. Четыре военных завода построим. Четыре фабрики. Их инфраструктуру. Неплохо. Так, участие Госплана в пятилетнем плане. Ну, Госплан это Государственный комитет... Как он? Государственный комитет планирования, или как он там правильно называется? Сейчас... Ну, типа как тоже, как КГБ. Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. А Госплан это комитет... Государственный плановый комитет, да, при Совете Министров Советского Союза. Ну, в это время еще не было Совета Министров. Совет Министров был с 46-го года. То есть, Государственный плановый комитет при Совете Народных Комиссаров. Ну, комитет это, как бы, такое более узкоспециализированное учреждение государственное. Не с таким широким объемом полномочий, как у Министерства. То есть, такой более узкий профиль имеет. Более узкое направление деятельности. Чем Министерство. Так. Вот, кстати, Госплан дает нам плюс 3% к скорости строительства всего. А на начальном этапе самое главное это скорость строительства. Потому что больше построишь, больше потом это все будет работать. Сейчас даже важнее, скорее всего, вот именно скорость строительства, чем количество военных заводов. Или еще, или еще одна ячейка. Исследований. Плюс 3%. Ну, 3% не так уж и много, вроде как, кажется. Возьмем, наверное, сначала ячейку. Еще одну ячейку исследования. А потом уже Госплан. Еще у нас 2 военных завода освободилось. Так. Не, ну дивизиям, конечно, этим капец. Они, как бы, вроде мощные, да, эти дивизии танковые. Но, блин. Из очисток они просто овощи. У них штраф к атаке минус 70. И больше. Из очисток. В Красной Армии. Что у нас тут? Минометы есть. Даже трофейные есть минометы. Итальянские, немецкие. Испанские. БТР есть. Всего хватает, кроме разведснаряжения. Допки не хватает немножко. Танками все укомплектовано. Блин, такими дивизиями можно просто крушить просто все и вся. На самом деле. Если бы не чистка, мы бы сейчас просто бы, блин, порвали бы как ту зигарелку этих фашистов. Если бы не чистки. В бригадах что не хватает? В бригадах не хватает пехотных танков Т-28. Огнеметные танки есть. Немножко формы не хватает. Пехотки немножко не хватает. Пулеметов немножко не хватает. Грузовиков. Для перевозки пехоты допки. Так. На грузовик. Один завод. Транспортные грузовики. Газ. М. М. И один заводик на... Ох, нифига. У нас минус по разведснаряжению. Семь тысяч не хватает. Производится всего три в день. Так. Что-то я не понял. У нас что? Штурмовики и истребители в плюс вышли что ли? Реально? Тогда снимаем заводы с производства. Так. Переводим больше заводов на производство. Того, что нам нужно в первую очередь. И еще нам не хватало там пехотных танков. Где у нас пехотные танки? Т-28. А это тоже пехотный танк. Т-35. А, ну это тяжелый танк пехотный. А это средний пехотный танк. На топку больше заводов. Грузовики и еще два завода у нас на форму. И последний завод на пулеметы, наверное. Так, ну что там у нас склады просчитались. Реально у нас плюс по истребителям и по штурмовикам есть. Вот, окей, тогда вообще снимем заводы все. А, вот же у нас пехотный танк. Чего он мне голову морочит? Т-28. Еще шесть заводов. Топку. Грузовики. И разведоборудование. Вот так вот. Немножко перетасовали заводы. По решениям. Чего у нас тут есть? Инвестиция в строительные исследования. О, нифига себе. Тут есть даже решение, которое добавляет исследовательский слот. У нас в Новгороде появляется научный центр, который, типа, добавляет ячейку исследований в промышленности. За 50 политки. Прикольно. Прожимаем. Так. Предварительная военная пропаганда. Поддержка войны. Ну, с поддержкой войны у нас проблем никогда нету за Советский Союз. Тут еще нас интересует вот это вот расширение сети оперативников. Еще одного агента можно будет нанять, когда накопится у нас командный ресурс. Ну, и так, в принципе, больше нас здесь ничего не интересует особо в решениях. Так. Еще одна ячейка. Кстати, тут такая интересная система. Вот тут города, да, вот эти слоты, они даются за города. Если мы эти города потеряем, то, соответственно, ячейку исследований мы тоже потеряем. Это надо иметь в виду. Так, что мы исследуем этой ячейкой? Этой ячейкой мы исследуем... Может быть, истощение дивизии снять немножко? Госпиталями. Смирно! Ну, у нас не, у нас истощения нет дивизии. Так. Сеть дорог. Дорожная сеть. Вот эти фактории, ну, в принципе, мы их навряд ли будем строить. Они только если по фокусам нам будут добавляться, потому что... В принципе, у нас 5 танковых есть факторий. То есть, они снижают стоимость производства на 5% танков. Ну, можно еще 5 построить, чтобы было уже на 10%. Но... Не знаю, успеем, не успеем мы до войны. Я бы еще построил бы 3 фактории легких самолетов, чтобы у нас была стоимость производства истребителей на 5% меньше. Я вот еще, честно говоря, не знаю, они пофиксили или не пофиксили это. Потому что раньше вот эти штуки, они работали только когда их было кратно 5. То есть, 5, 10, 15, там... Вот когда, допустим, 2 их или там 1, то они не работают. Ну, это раньше было. Но, по-моему, сейчас они пофиксили так, что уже любой уровень... Любой уровень вот этих факторий, он уже работает, дает эффект. Который здесь написан. Вот. Поэтому мы еще, наверное, построим 3 фактории легкой авиации. Хотя, возможно, они там по фокусам есть. Да, вот они как раз. Да, вот фокус культ авиации. Потом вот этот вот госплан. По госплану. По этому... По плану госплана. Построим еще 3 фактории как раз легкой авиации. И еще слот у нас будет дополнительный для исследования авиации. Да, это все четко. Как раз в 39-м году это можно все попробовать сделать. Так что строить нам не надо будет их самим. По фокусу они будут у нас. Вот. Поэтому здесь мы возьмем... Так, промышленность пока опережает время. Так, холодильники. Немножко... Уменьшит у нас количество фабрик, которые уходят на товары народного потребления. Так, лампочки. Освещение флоресцентное. Флоресцентное. Максимальная эффективность производства плюс 4%. В принципе нам это пригодится, потому что у нас сейчас в основном все... Все линии производственные... Все производственные линии, они все с максимальной эффективностью работают. То есть еще плюс 3... Еще плюс 4% это не помешает нам. Поэтому... Исследуем. Кстати, здесь на юге продвинулись республиканцы. Может быть... Попробовать что-то на юге помочь им. Максимально. Максимально. Может быть... Максимально. Может быть... Да. Из очисток у нас 50% организации даже больше срезается у дивизии. Слушаю! Слушаю! Сейчас батлплан накопится и атакуем. Что приказано? Готов подвигаться. Минус 77% из очисток к атаке. Штраф. да так чё у нас тут так изучилась у нас склепанная броня для танков в этой ячейке чё у нас дальше в этой ячейке изучим т-28 б пехотный танк средний чтобы уже выйти к нашим основным танкам которые у нас будут кв-1 и т-34 или чо еще здесь можно а у подвеска кристи до скорость восстановления и скорость передвижения будет побольше так ультиматум политка добавилась капец под зеленым воздухом танки не могут пробиться на равнине вот это чудеса вообще что приказа не вовремя заболел лиан ху как раз когда в столицу сензиана не столица в них хватан кашгар это просто город один сензиане и венесуэла выходит из лиги наций проводим военный парад москве опять чтобы нафармить палитку кстати у нас экономика экономическая политика уже пора на военную экономику постоянно постепенно продвигаться наверно сейчас нас ранняя мобилизация потом частичная мобилизация потом военная экономика а ну нет нет пока еще рано потому что вот по мере про продвижения по этой вот поэтому пути у нас уменьшается скорость строительства фабрик а мы еще пока фабрики строим до начала 39 года точно поэтому на частичную мобилизацию будем переходить где-то в середине 39 года а на военную экономику наверное начале 40 года я так думаю перейдем когда уже будем строить военные заводы а не фабрики логично же все тем более здесь штраф к стабильности еще будет и приросту политки тоже меньше политки бы мы получать с этими законами экономической политики поэтому пока что все правильно у нас так строительство второго уровня изучилась следующая технология так у нас еще там строится инфраструктура уже достраивается последняя наверно больше больше строить не будем инфраструктуру вот оборонительная работа надо обязательно нам прокачивать потому что они дают плюс один к максимальной укрепленности дивизии это как бы очень важно поэтому все эти штуки обязательно обязательно надо качать ну пока что мы наверное возьмем гражданские работы второго уровня недельный рост стабильности плюс одна десятая да да я готов идем идем Так точно. Выходим! Выходим! Саадабадский пакт. Исходя из стремления к миру на Ближнем Востоке, представители Турции, Ирана, Ирака и Афганистана встретились в Саадабадском дворце в Тегеране. Здесь был подписан Саадабадский договор, официально закрепивший пятилетние пакты нападения между этими странами. В связи с ростом напряженности в окружающем мире, эта группа искренне заявляет о своих намерениях по удержанию мира между соседями. Это поддерживает Завет. Ну, Саадабадский пакт, он типа был подписан в 37-м году, а вступил в силу вот сейчас, в 38-м году, в июне, насколько я помню. Вот, и он создал альянс, ну, Иран, Ирак, Турция и Афганистан. Это типа Ближневосточная Антанта назывался, альянс такой. Ну, по аналогии с там Балканской была Антанта, не, в Венгрию не входило. Балканская Антанта, там Малая Антанта, Чехословакия, там с кем-то, с Румынией, там. Вот. Была еще Прибалтийская, или как Балтийская Антанта, вот эти три страны входила в нее. Вот. То же самое Ближневосточная Антанта, так называемая. То есть, четыре страны, тоже они, по-моему, под патронатом Великобритании. Ну, вот эти страны, они были под патронажем Франции, Малая Антанта. И Балканская тоже, вроде как, Франция крышевала. А Ближневосточная Антанта крышевала именно Великобритания. Тут германские инвестиции в Иране. Прикольные национальные духи такие здесь. Лучше, чем в ваниле, конечно. Лучше, чем в ваниле. Так. Зададим шару. Выходим. Давай, давай! Задолжаем атаку. Верфи у нас освободились. Построим, наверное, конвой на всякий случай. Конвой нам могут пригодиться. На всякий пожарный. Так. Да, я приятно. Я бы попробовал здесь наступление сделать, но я боюсь, что Барселону без нас здесь точно профукают республиканцы. Так, наука коллективизма изучилась у нас фокус. Следующий фокус у нас, как я и говорил, участие госпланов в третьей пятилетке. Так, ячейка новенькая. О, сколько тут можно исследовать всего. Естественно, мы прокачаем доктрину. Какую еще мы возьмем доктрину? Возьмем, наверное, спецназ, покачаем пока. Специальные силы, хотя у нас превышен лимит спецназа. То есть у нас 169 из доступных 75 батальонов развернуто. Ну, это то, что на старте у нас были. То есть больше мы навряд ли сможем обучить дополнительные дивизии спецназа. Только если сделать очень большую армию, чтобы у нас было больше вот этот лимит повысился спецназа, надо больше армию делать. Ну-ка сейчас на контратаке попробуем выбить их. Зададим шару! Выходим! Я готов! Слушаем! Внимание! Не стоим, пойдем! Выходим! Так, сделка с Китаем по оружию. Ой, у нас 180 политки накопилось. Мы можем много чего поставить. Политические советники слишком дорогие. Мы можем поставить промышленный концерн. Промышленный концерн. Что мы еще можем поставить? Главнокомандующий армии. Верховный главнокомандующий. У нас сейчас Климент Ворошилов. А поставим-ка мы Жукова верховным главнокомандующим. Организация дивизии плюс 3%. Так, а командующий армией кто у нас тут? А, ну он слишком дорогой. Егорова расстреляли. Егорова расстреляли. Блюхера тоже расстреляли. Ну, здесь только Василевский подходит нам на атаку дивизии плюс 6%. Теоретик. Так, чтобы поставить теоретика, надо, чтобы у нас был... Командующий армии сначала поставить. Сейчас поставим, короче, Василевского командующим армии. Выходим! Готов подвигаться! Готов подвигаться! Так, талантливые новые офицеры. Так, все. Гражданская война закончилась в Синьцзяне. Мы победили. Так, наши новые офицеры, короче, быстро вникают в суть дела, но которые вместо расстрельных офицеры новые. Короче, хорошо вписываются в нашу армию. Снижаются у нас штрафы и зачистки в Красной Армии опять. Теперь у нас... Блин, минус 46% к организации. Учистки среди офицеров. Ой, кстати, я забыл про Троцкого совсем. Он с 7 сентября возвращается. То есть нам надо сейчас после Госплана брать сразу Троцкого. На изгнание Троцкого. Фокус. Ну, там, третий... Третий московский процесс, наверное, возьмем. Плюс 70 дней будет. Так, все. Ставим Василевского Командующим армией. Смирно! Вперед, выходим! Внимание! Слушаем! Сases на скейте. Третий московский Повторяйте. Могите! На есть риск. Японские военные советники А, ну это марионетка японская Реформированное правительство Китая Так, а почему у нас Здесь написано, что все, у нас типа лимит Мы развернули слишком много Дивизий спецназа А здесь мы вроде как можем обучать их Или они обучатся Но не смогут развернуться Я что-то не понимаю, просто в ваниле Типа если у нас лимит превышен спецназу То мы даже обучать не можем дивизии Которые спецназа, ну в АВДВ Там горнострелков А здесь написано, что мы можем Сделать еще Ну окей Ой Посмотрим Развернем 10 дивизий ВДВ Интересно, дадут нам Или не дадут развернуть их Так, новое разведснаряжение изучилось Сразу заменим его И в этой ячейке мы исследуем Улучшенное пехотное вооружение Плюс 5 к атаке Как раз у нас нами пехота В Испании есть Механизированная В дивизиях А, это из Синьзяна возвращаются Домой волонтеры А, кстати, Синьзяна Да, Синьзяна вступил В Коминтерн Это, видимо, когда гражданская вина Началась там И, типа, Синьзяна попросила помощи Коммунистический Синьзяна И, типа, когда мы согласились помочь Он стал нашей марионеткой Ну, хорошо Уже 4 4 участника Альянса у нас есть Дружная компания Собралась Готов выбегаться Не, ну, тут мы, конечно, две дивизии не пробьем вообще никак С нашими штрафами Организация 4 Блин, ну это вообще жесть Ну, я не знаю, что можно с такой организацией здесь вообще делать С такими бешеными штрафами к организации Попробуем на юге помочь Блин, ну вот почему они всегда вдоль фронта передвигаются на рельсах Зачем? Если можно вот так Чтобы их не зацепил никто Блин, да что за дебилизм Во-первых, чтобы никто не зацепил их вот этими боями Во-вторых, чтобы не видно было, что у нас Стратегическая передислокация войск идет Зачем, вот зачем ехать вдоль фронта полиция Я не понимаю, что за идиотизм Когда они это пофиксят, интересно Так, свободные верфи Что мы еще построим? Еще Эсминцы, наверное Или подводные лодки Подводные лодки построим О, вообще пустые провки Блин, просто заходи, не хочу Да ё-моё Че вы встали там? Да Ну быстрее А уже поздно Так, дешифрование Продолжаем качать Продолжаем 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 Какое-то странное событие у нас тут появилось Ну, это вроде не забастовки Ну, просто обычно такие события, ну, связанные с недовольством рабочих Это когда, ну, стабильность ниже 50% обычно Но здесь у нас стабильность высокая, но при этом рабочие недовольны Рабочие опускают инструменты Сложившаяся ситуация требует от наших работников больших жертв, больших усилий И это продолжается уже давно В прошлом это приводило к периодическим остановкам производства Но не в той степени, с которой мы сталкиваемся сейчас На нескольких важных заводах и в учреждениях рабочие сложили свои инструменты С первыми последствиями Уже с первыми последствиями для заводов и производства Мы должны быстро найти способ выйти из этой ситуации Так, отправить полицию поговорить в скобочках с профсоюзными боссами Отправить полицию на остановившиеся фабрики Так, отправить полицию поощрять строителей Обсудить их проблемы Может быть, если мы не будем обращать внимание на эту проблему То она пройдет сама Ну, тут в принципе в любом случае растет популярность Этих диссидентов Ну, это не страшно В принципе Кроме, если мы с ними пойдем на компромисс То Да, снизится популярность диссидентов Но мы Короче Один военный завод Одна фабрика И одна верфь Будут, короче Покоцаны Поломаны На самом деле Это не страшная Не страшная потеря Потому что они ремонтируются быстро Поэтому Обсудим их проблемы Решим их Вместе Пойдем на компромисс Сразу у нас снизилась на 5% популярность Оппозиции Слушаем Выходим Что приказать? Я, конечно, понимаю Что это бесполезно Но вдруг Чудо случится Так Сейчас Троцкий опять начнет буянить Надо срочно Изучать Третий московский процесс Сейчас Госплан Закончится Точнее начнется О Внимание Погнали Выходим Чё-то странно Франкисты Франкисты Без боя, что ли, сдают Куда они отступают-то? Без боя Южную Испанию Сдают франкисты Внимание Прикол Совместная промышленная политика Отличная работа Так Наш министр Настранных дел Сегодня встретился Со своим коллегой Из Панамы Кроме прочего Они обсудили Вопросы Как это сказать Гармонизация Как Сочетание Нашей промышленной политики Между нашими странами Налаживание Промышленной политики Между нашими странами Да блин Готов подвигаться Вернулись Вернулись из Ленинграда О, вернулись из Синьцзяна Дивизии Готов подвигаться Готов подвигаться Внимание Смирно Выходим Смирно Слушаем Слушаем Выходим Стройся Странные Какие-то Маневры Сверкают Националисты Что-то Просто взяли Отступили Куда-то Здесь тоже Можно вообще Без проблем Сейчас можно было бы Сделать котел Кстати Что-то Немцев И итальянцев Не видно Все дивизии Что-ли Уничтожили А, ну вот Итальянская Есть А, вот они Немцы И итальянцы Есть еще Но мы там Пару дивизий Уничтожили Немецких И итальянских Готов подвигаться Выходим Так точно Внимание Внимание Готов Внимание Вот тут и немецкие Штурмовики Летают Йонкерс 87 Но здесь Нам тяжело Будет наступать В центральной Испании Точнее Даже совсем Нереально Капрони 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 Это итальянские Бомберы Какие-то Так Ну-ка Может Попробуем Повоевать В центральной Испании Изучили С дизелями Это ячейки Только промышленность Нам доступна Так Строительство Третьего уровня Пока рано Коммерческое Производство Пищи Пока рано Это штраф К стабильности Военное Производство Дает Ну Изучим Наверное Холодильники Чтобы Меньше На полтора Процента Меньше Было У нас Фабрика Забиралась На товары Народного Производства Готов Подвигаться Проходим Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Аэродром бы взять, но аэродром мы не возьмем, наверное. Готов. Смирно. Изучились у нас эти инструменты техобслуживания. Ремонтные инструменты, короче. Следующее, следующее. В чем у нас следующее? В этой ячейке тоже только промышленность. Сеть дорог, наверное, прокачаем. Шоссейных. Я надеюсь, Португалия не вступит в открытую войну на стороне националистов. Потому что в ванилье, я помню, за Португалию можно по решениям вступить в войну открытую на стороне националистов. Здесь вроде нет такого фокуса у Португалии. Внимание. Слушаем. Выходим. Внимание. 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 Готов. 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 Слушаю. Выходим! Изучим мы пока что Т28Б, потому что на его базе он нужен нам, чтобы КВ-1 изучить. Или что еще тут можно прокачать? Доктрина качается авиационная. А, компьютер. Механический компьютер, да. Мюнхенское соглашение... Германия потребовала у Чехословакии Судетскую область, в которой проживала крупная немецкая община, диаспора. В Мюнхене представители Германии, Великобритании, Франции и Италии вынесли дипломатическое решение по судетскому кризису. Чехословакия не участвовала в этом заседании. Ее пригласили только для того, чтобы ей озвучить решение. Германия аннексировала Судетинленд. Мистер Чемберлин сказал, когда вернулся в Лондон, сказал толпе, что, типа, я привез вам мир. Ну, по крайней мере, войны не будет в этом году. Югославия выдвигает претензии к Болгарии. Все, госплан мы внедрили. В третий пятилетний план. Так, и что у нас там? Третий московский публичный процесс начинается над троцкистами. Внимание! 135 политки у нас есть. Так, назначим мы, наверное, высшее военно-командование. Тоже Васильевского поставим. 177 политики требуется. Так точно! Выходим! Воздушная доктрина. Осталось нам всего две теории обязательные вот эти. Так, у нас истребители вроде по маневренности не проигрывают. Здесь добавится маневренность для истребителей и тяжелых истребителей, а здесь добавится эффективность поддержки с воздуха плюс 15%. Ну, возьмем со скидкой. Улучшенное пехотное снаряжение у нас изучилось. Так, ну и теперь возьмем... Ну, изучим новые, более современные горные орудия. Горную артиллерию. Малокалиберную. Малокалиберные пушки для горнострелков. Ну, они типа это, они составные, они разбираются и их можно переносить. Несколько человек их может переносить. Специализировано для использования в холмах и горах. Я готов. Выходим! Выходим! Замагогите. Выходим! Не принимайте. Выходите. Так, ну, я не заходила. Я соглашусь. А здесь позвоночник. Выходите. Помогите. Выходите. А я не знаю. КОНЕЦ Ничего Странно Блин, на самом интересном месте Вроде мы и не проигрывали особо Еще вроде и Барселона была И вроде можно было еще выиграть И вдруг капитулировала республика испанская Ну капец Интересно, почему она капитулировала Вроде не похоже было, что мы проигрываем Сейчас наоборот была ситуация такая Что можно было еще затащить Странно вообще Даже обидно немного Окончание гражданской войны в Испании Реально еще немножко У нас бы чистка закончилась в армии Мы бы там Разобрались бы с фашистами Блин, на самом интересном месте Ноябрь 38-го года Ну, в принципе, уже Пора закругляться Война миров В США недавняя радиоадаптация Романа Герберта Уэллса Война миров Вызвала массовую истерию Среди слушателей Режиссер и рассказчик Орсон Уэллс Радиодрама была особым эпизодом Хэллоуина в Театре искусств Меркьюри И описывала, казалось бы Неудержимое вторжение марсиан на Землю Похоже, многие слушатели поймали только часть Радиотрансляции И поверили, что она рассказывает о реальных событиях И отреагировали на это паникой Эксперты связывают это С нынешней напряженной международной обстановкой И надвигающимся призраком войны Нависшим над страной Мир еще не подходит к концу Так, ну что У нас тогда Василевского пока нет смысла ставить Если гражданская война уже прошла Значит поставим Что мы поставим сейчас Какое КБ Поставим мы, наверное, какое-нибудь КБ На промышленность, наверное, скорее всего Или на армейское оборудование Тульский оружейный завод Стрелковое оружие, скорость исследования Плюс 10 Стоимость Минус 20 Стоимость производства Минус 5% Возьмем Тульский оружейный завод Фиг с ним А здесь поставим потом Сталинградский тракторный завод Наверное Все, сейчас До 1 января 1939 года И закругляемся Качаем доктрину Наземную дальше Армейскую Что еще тут можно Улучшенное Бригадное командование Ой, 672 дня Нифига себе Не, ну это жесткое Это только за армейский опыт Надо качать Так Блин, ну тут что-то как-то На все Надо Скидка Чтоб была у нас Чтоб было 100 армейского Опыта Вот Из-за того, что Гражданка слишком рано Закончилась У нас нифига нет Опыта армейского Еще вот Вот это вот Хреново Мы могли бы даже Фиг с ним То, что мы проиграли Войну в Испании Но мы хотя бы Еще опыт покачали Б армейский А так мы уже Ничего не покачаем Сейчас А это реально Хреново Ну, только если мы Еще отправим Добровольцев Китаю Что из дивизии Мы можем отправить Кстати говоря Повоевать с японцами Кстати Хорошая идея Кого мы отправим Шесть дивизий В это самое Так Точно Так Кого мы покачаем Готов подвигаться Внимание Может Чуйкова прокачать Слушаю Мирно Слушаю Слушаю Да Отправим Наверное Чуйкова Василия Чуйкова Шесть дивизий Или Кого тут Обычную Пехоту Отправить Сюда Или Или еще Танками Повоевать Может Коня Отправить Мирно Мирно Короче Отправим Василия Чуйкова На помощь Китаю С пехотными Дивизиями И 210 Самолетов Так 100 штурмовиков Отправим И 100 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 А у них С аэродромами Проблема Кстати Ну да В Китае Аэродромов Не так уж и много Так Где Нас Только Прилетели Из Испании Обратно Воевать Так В этой ячейке Что мы исследуем В этой ячейке Блин Нам нужен Армейский опыт Причем Очень много Опыта Без скидок Здесь конечно Вообще Не вариант Это все Исследовать Можно Вот эту Последнюю Теорию Первой мировой Войны Со скидкой За 10 Опыта Исследовать Вся пехота Противотанковая Атака Плюс 5 Процентов Так Нам надо Еще будет Отправить Лендлиста До Китая Чтобы он Чтобы он Нашим Снаряжением Воевал Мы можем Отправить Им Пехотки У нас Самих Не хватает Ну только Если Кавалерийское Оборудование Но не факт Что они Воспользуются Китайцы Ладно Посмотрим Так Восьмого Декабря Шесть Дивизий Препадут Так Перебросим Мы больше Заводов На Производство Пехотки Наган Мосин М38 Прокачиваем Дальше Дешифрование Дешифрование Так А для этого Нам требуется Механический Компьютер И Дешифрование Так Ну механический Компьютер Мы сейчас Изучим И потом Нам еще Потребуется Еще Еще Какая-то Штука А Вот это Блин Блин Здесь Здесь Не как Ванили Ванили Вот эти Шифрование Дешифрование Из исследований Убрали Вообще А здесь Требуется Сначала В исследованиях Прокачать Шифрование Дешифрование А потом Уже В разведке Его можно Качать Здесь Все Намного Намного Сложнее Так Тогда Нам надо Сейчас Сделать Вот Какую Вещь Нам надо Сделать Нам Надо Так В Риме Есть В Берлине Есть Что Там По разведанным Нет По разведанным У нас Нету По Германии Какой Они Фокус Изучают Где Там Около 120 Дивизий По Промке У них 100 Военок И 150 Фабрик Ну Больше Чем У нас Но Ненамного По По авиации У нас Очень Мало Данных Только Примерный Состав Но Слишком Растяжимые Данные Ладно Сейчас Наверное Отменим Пока Расшифровку Итальянского Шифра И Начнем Немецкий Учить А то мы Можем Не Хотя 750 Дней Мы Успеем Конечно До 41 На Всякий Случай Все Таки В первую Чередь Германию Расшифруем Взломаем Шпионы Везде Мерещатся Сталину Везде Шпионы Вернулись Наши Волонтеры Из Испании Слушаю А Кстати Мы можем Еще одного Шпиона Нанять 75 Командного Ресурса Создаем Еще одного Шпиона Обучаем Точнее Так Ну эти все Танки Нам уже Могут И не Пригодиться Поэтому Надо Потихоньку Перебрасывать Заводы На Самое Главное На Полевую Форму И Пехотку Ну что Повоюем Немножко Еще С Японцами Где там Наши Дивизии В Шанхай Кого Мы здесь Прокачаем Кого Нить Маршала Ворошилова Наверное Климента Климента Ворошилова Климент Климент Исаевич Ворошилов Или Как его Там Правильно Как его Там По отчеству Климент Ефремович Ворошилов Извиняюсь Так Где мы Тут Можем На Севере Или На Юге Помочь Китайцам Аэродром Есть На Кодзима Ки 27 Истребителей Кавасаки Ки 10 Против Наших Поликарповых О Ну Тут Мы Нам Тут Дают Людей Да Японские Истребители Круче Конечно Чем Наши Устаревшие Их И больше Здесь Так 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 Давайте По-быстрому Бой Нам Надо Опыт Качать Поэтому По-фасту Сразу В бой Вступаем Залетаем Так Ну что Прибас Безработицы Еще 25 Политки Потратим Наверное Чтоб Поднять Стабильность Жду приказы Так Чуйкова Больше ничего Нельзя Поставить Ворошилову Ворошилову Можно Поставить Харизматичный Скорость Восстановления Дивизии Плюс 7% Слушаю А Здесь Они В окружении Сейчас Китайцы Получается В районе Шанхая Здесь Японцы Их Перекрыли Закончился У нас Третий Московский Публичный Процесс Следующий Фокус Ну Проведем Наверное Четвертый Интернационал В Париже На Рост Поддержки Компартии У нас На рост Популярности Коммунистов Смирно Готов Мирно Так Изучились у нас Гражданские Работы Следующий Фокус Ой Следующее Исследование У нас У нас Сейчас Как раз Фабрики Строятся Поэтому Исследуем Гражданское Строительство На Скорое Строительство Фабрик Крыса Крыса Атакует Нас Крыса Джунглей О Воздух Зеленый Так Еще Вот этих Тушек Сюда Аэродром Переполнен Всего 7% Перехватываем Японских Бомберов Хотя Превосходство В воздухе 75% У нас Есть Так Эффект Эффект Отчистки Красной Армии Так Расстрелы И Аресты Продолжаются Но Немножко Снижается Снижается Уровень Короче Репрессии Снижается Но Все еще Остается Экстремально Высоким Так Изменяется У нас Национальный Дух С Экстремальных Чисток Красной Армии На Очень Тяжелые Чистки Красной Армии Немножко Снижается Штраф С Этим К статам Дивизии Занимаю Укрытие Занимаю Укрытие Жду приказа Выходим Ой У нас уже 7 января Я проглядел Все На сегодня Хватит 39 год Это уже Будет Следующая Серия Продолжение следует